Добрый день, дорогие друзья! Вначале я хочу поблагодарить организаторов сегодняшней нашей встречи, а также всех участников. Спасибо, дорогие друзья! Поводом для нашей встречи является международная конференция, посвященная 20-летию начала новой колониальной войны России против Чечения и 10-летию вероломного убийства президента Чирия Аслана Масхадова. Я хочу поблагодарить, что чеченцы потеряли более 200 тысяч человек. Из них более 40 тысяч детей. Методы и типы вооружения, используемые российскими военными в Чечне, являются доказательством того, что целью этой войны была не борьба с международным терроризмом, как декларировалась кремлевской пропагандой, а коллективное наказание чеченского народа за его стремление к свободе и независимости. Массовые нарушения прав человека, международного гуманитарного права в Чеченской республике, хорошо задокументированы многими международными неправительственными организациями. Европе в Киевском парламенте Ассамблее он получил ту докладнуючит, что в Конвенции Европы появилась ассамблея без аккор Brendanovic, международнымitzvom Chiclan. Россия, международным человеком в Киевском парламенте 불� Сule guys who allow us to weakline health. В многочисленных докладах парламентской ассамблеи Совета Европы было отмечено, что Россия, развязав войну в Чечне, нарушила устав и конвенции Совета Европы. Россия также нарушила статью 48-ю первого дополнительного протокола к Женевским конвенциям, статью 3-ю четвертой Женевской конвенции, статью 7-ю МУС. Россия уничтожила с большими конвенциям, чтобы Российской власти совершить ский инфекционирование, статья в России все-таки конвенциям и будет его проблемой, В связи с этим и политикой нет никаких проблем, но это не факт для них. Но несмотря на это, руководители ведущих западных стран стали называть преступную войну в Чечне внутренним делом России. И в последующем все международное сообщество стало рассматривать российско-чеченский конфликт как внутреннее дело России. По моему глубокому убеждению, это было не только политически неверным, но и противоречащим основным принципам международного права решения. Проблема в том, что именно по этой причине преступления, совершенные против гражданского населения в Чеченской республике, остаются безнаказанными. А это, в свою очередь, стимулирует Россию на дальнейшие агрессивные действия. Но я уверен в том, что чеченская тема сегодня отошла на второй план в связи с событиями в Украине, которые затрагивают непосредственно геополитический интерес европейского сообщества. Но я убежден в том, что оккупация грузинских территорий в 2008 году и сегодняшние события в Украине невозможно рассматривать вне контекста событий, начавшихся в Чеченской республике 20 лет назад. Отсутствие каких-либо правовых и даже моральных последствий из-за российско-чеченской войны привело к усилению режима президента Путина, что и стимулировало Россию к вторжению в Грузию и Украину. Сегодня путинская Россия без преувеличения представляет реальную угрозу для безопасности всего международного сообщества. Я глубоко убежден в том, что только призвав Путин от ответа за те чудовищные преступления, что были совершены российской военщиной против чеченского народа, можно остановить агрессивные действия России в остальной части Европы. Преступления против человечности не имеют срока давности. Поэтому считаю создание международной комиссии по расследованию военных преступлений и преступлений против человечности в Чеченской Республике крайне необходимым и более чем актуальным. В перечень этих преступлений, конечно, входит и вероломное убийство президента Чеченской Республики В 10-ю годовщину гибели Аслана Масхадова мы не только вспоминаем героический путь, пройденный им в служении своей отчизны, но и оцениваем то политическое и нравственное наследие, которое он оставил чеченскому народу. Аслана Масхадов и пока не в том, что никак не вступил лезвие этой истории, мы говорим о чеченской области, шайх-монсу, тайник-и-бурт, Исраилу хасану, авторханову, адрама да дудея же ухарц. Личность Аслана Масхадова по значимости в истории чеченского народа можно смело поставить в один ряд с личностями Шейха Мансура, Бейбулата Таймиева, Хасана Исраилова, Абдурахмана Автарханова и Джахара Дудаева В судьбах Аслана и Джахара много общего Удачная военная карьера в рядах вооруженных сил Советского Союза Прибытие в республику в самые сложные и ответственные периоды По три года относительно мирного президентского правления И гибель в войнах против российских оккупантов Президент Харж Машкабель Доверие, оказанное на президентских выборах в 1997 году Аслану Масхадову Верному соратнику Джахару Дудаеву Было всенародным И с полной ответственностью можно сказать Что впервые со времен Бейбулата Таймиева У чеченцев появился общенациональный лидер В истинном смысле этого слова Аслан Масхадов был признан в этом качестве не только нашим народом Но не только мировым сообществом Но и нашей военно-политической противницей России Это было огромное политическое достижение нашего народа И реальный шанс построить правовое государство Здесь мы все за этим говорили Мы не хотели посетить Я много oll, кочин Иж Бариш, Масхадов, Аслан Айдал кирл оппозиции ... В этом году Цюрия Ель не хочет Льв Corell И делитесь Нохчу Омарю Кирмии Пытан Бел Иж Бариш Аслан Избирить Вяжать Нохчу Омарю Тайдан Однако старые революционеры, облачившись в тоге исламских алимов, и в этом случае сыграли свою деструктивную роль. Именно они стали новой оппозицией власти Аслана Масхадова, породив своими радикальными, абсолютно нереализуемыми в тот период идеями новую, еще более опасную смуту в чеченском обществе. И именно эти люди заставили Масхадова тратить все усилия на недохущение гражданской войны. Масхадов был сильным и волевым лидером, и все свои силы и волю он использовал для предотвращения междоусобиц в чеченском обществе. И не добившись развязывания республики гражданской войны, Россия в конце концов была вынуждена начать открытую агрессию против чеченского государства. И сегодня, 20-ю годовщину российско-чеченской войны, мы должны дать себе отчет в том, что единственным реальным способом достичь национальную независимость и обеспечить безопасность чеченского народа является недопущение больше над ним различного рода экспериментов. Сам чеченский народ должен научиться распознавать и решительно пресекать идеологические диверсии, направленные на подрыв наших усилий в деле освобождения чеченского государства. Среди национальных лидеров, которые породила наша земля, Аслан Масхадов занял одно из самых почетных мест и войдет в историю чеченского народа не просто в качестве ее центрального героя, но и как один из ее творцов. Ощущение истории и сопричастности к ней было очень сильным у того поколения чеченских борцов за свободу, которому принадлежал Аслан Масхадов. И все 8 лет, в течение которых Аслан Масхадов занимал пост президента Чирии, он искал только мира для своего народа. Несмотря на то, что Аслан Масхадов был искусственным военным стратегом и командующим, он погиб не ради военного успеха над противником, а во имя достойного мира с Россией, который и считал главным успехом. Но в течение которых Аслан Масхадов, в течение которых Аслан Масхада, в течение которых Аслан Масхадов был искусственным военным стратегом. Гибель Аслана Масхадова сравнима с гибелью шейха Мансура. Оба они пошли на осознанную смерть во имя той идеи, которую отстаивали. У Аслана Масхадова был выбор или отказаться от своих принципов и, приняв почетный плен, жить, пользуясь всеми материальными благами, или погибнуть, не предав путь наших славных предков, отдавших жизни, отстаивая свободу нашей Родины, и не опорочив память своих соратников. Аслан, как и шейх Мансур, выбрал второе и достойно завершил свой жизненный путь. Путь национального лидера, политика, воина и чеченского понаха. И память о великом сыне чеченского народа. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!